Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Юля Стар. У нас с вами небольшая рубрика по комментариям. Я, если честно, много читать не буду. И сразу хочу поблагодарить своих зрителей, своих подписчиков за поддержку. И спасибо огромное вам за добрые, теплые слова и даже письма на почту. Спасибо, что поддерживаете. Спасибо, что даете советы. Но, вы знаете, я уже говорила, что Юльку просто-напросто подставили. Ну и она, получается, роет сама себе яму. Ладно, была бы она сама честной по отношению к государству, которое ее приняло. Ладно бы она сама не нарушала ничего. А так, знаете, заниматься тем, чем занимается она, ну, я вам скажу, это не говорит о большом уме. Понятное дело. Ну что, приступаем к комментариям. У Юльки не читала ничего. Где-то там вначале начала читать, где она спалила свой WhatsApp. Короче, замутила она кашу. Сама влипла, сама засветилась. Ну, будем мы с вами обсуждать некоторые моменты. Честно, я не поняла. Эти мятые серые тряпки, это у нее такое постельное белье? Серьезно? Оно что, не видела нормального постельного белья? Спит в куче какой-то непонятной ветоши? Ну, по логике, а где же спать бесам? Конечно же, в грязном, вонючем гнезде. А то, что они бесы, даже нет сомнения. Вот вчера как будто со стороны посмотрела на очередной сеанс экзорцизма. Беснующаяся орала матами, изрыгала страшные оскорбления. Потом вдруг вспомнила Бога, крестилась. Потом трусы, трусы, я ищу трусы при людях. Потом затрагивала самое дорогое – детей. Потом опять рыгала желчью с оскорблениями и откровенно ложью. И так по кругу раза четыре. Ну, классика жанра по бесовщине. И тут я согласна на все сто процентов. Они действительно с лоркой вдвоем наполнены бесами. И бесы, вот, похоже, взбунтовались, да, взбунтовались по полной и не дают им просто жизни. И я, когда все это увидела, да, я сначала, мне так смешно было, когда она вот орала, все кричала, да, да не в попад. Меня разбирал, слушайте, смех. Что информации-то она вообще не владеет никакой. Кто-то там что-то ей нашептал, а ее понесло, что якобы, ой, какую она информацию нарыла, что она знает. Да и все, понимаете, не в попад. Все она цепляла больных детей. И я говорю, у меня даже в комментариях тут же написали, я еще не успела обзор записать, тут же пишут, Оля, у вас все трое детей инвалидов. Мне изначально прямо аж смешно было, потому что у моих детей ни у кого нет инвалидности. Да, серьезно, тут еще старшая дочь. Знаете, это еще мне было смешнее, что вот когда я слышу такую чушь пустую и бестолковую, меня реально берет смех. Ну, потому что она думала, что она кого-то удивила, и это прям какое-то удивление, ведь я это все рассказывала. Кто со мной давно на моем канале, я все это рассказывала, все это люди знают. И видели очень много видеороликов, где я делилась, давала советы, до сих пор мне люди пишут. И я знаю, что у меня есть мои зрители, которые со мной давно. Вот Леночка Тоцкая, она со мной очень давно от начала про косметику смотрела. Сейчас она со мной в обзорах. Я безмерно ей благодарна, что она столько времени со мной. Ну, и многие другие, да, кого, если я не назвала, но я знаю, что и Миша Барданов периодически меня смотрит и оставляет на Дзене комментарии. Это тоже человечек, который с обзоров на доброделов со мной. Очень многие зрители со мной давно. И вот они как раз-таки и помнят все это. И, значит, когда я уже дошла до этого момента, когда она сначала вот этого вот всего говна наваляла, скажем так, а потом начала креститься, тот вот реально уже стало не смешно, мне аж плохо стало. Думаю, вот реально как будто бесы ползут. Вот просто ползут изо всех дыр. Она стоит, крестится, крестится, а потом опять по новой и мерзоты, и эта жена, да, и опять она проходит. Родится по детям. И, вы знаете, вот такие люди меня не то чтобы пугают. Я просто понимаю, какая их ждёт будущность оставшаяся. Что это страшно, ребят. Это страшно, когда человек живёт в дружбе с сатаной, а не с Богом, и ещё прикрываясь Богом. Это очень страшно. Ладно, одно там она удивилась, там что-то она повозмущалась, но вы представьте, сколько лилось её из её рта желчи. И это она говорила про болезни, это она говорила про инвалидности, и это она говорила про детей. И представьте, и не бояться, но это вообще, ребят, это очень страшно. Серьёзно, это очень страшно. Но я понимаю одно, если она там в завязке с нечистыми, то просто бесы, да, её растопырили по полной, и поэтому из неё вот и лилось. Самая настоящая бесовщина. Расходилась Юлька не на шутку. Пока мятые тряпки перебирала, сама себя растравила, ненависть свою распаля. Или это так расстроилась из-за пропавших трусов. Ну, знаете, трусы, это, наверное, так специально для слепки всего этого. Ну, а по поводу вот этого вот мятого белья, мятых тряпок, это действительно постельные принадлежности. Ну, вы представляете, как ей это всё утёжить? Она-то посуду сидя моет, а ещё поутёжить. Она и одежду свою не утёжила. Вы видели, она всё мятое в шкаф вешала. Говорила, что надо переутёжить, надо переутёжить. Ничего она там не утёжила, ребят. Точно так же так и с постельным. По поводу котят писали в комментариях, что какие-то больно маленькие. Вы знаете, я даже, если честно, не обратила внимания на этих котят, хоть я и кошатница. Мне просто было настолько сначала смешно, потом я пребывала просто в шоке от этой бесовщины. Да, бесовщины, бесовщины. Ну, в общем, вы меня понимаете. Я говорила, что я не всегда правильно ставлю ударение. И вы меня поправляете. Я всё равно ошибаюсь вновь и вновь. Но, знаете, методом тыка, как говорят, мордой в ошибке, я даже это принимаю. Может быть, научусь и начну правильно ставить ударение. И я всегда благодарю своих зрителей. И они мне пишут, Оля, ты говоришь мне, что ты не обижаешься, но надо так и так. Нет, не обижаюсь, ребят. Пишите. Не обижаюсь ни в коем случае. Ну, и по поводу котят я даже и не обратила внимания. Потом пересмотрела. Не знаю, ребят. Может, это и эти коты, которые у них. И специально их выпустили, да. Чтобы они побегали. И чтобы устроить это показательное представление. Под вот эту вот бесовщину. Ну, не знаю. Тут я уж не могу сказать. Маленькие, не маленькие. Мне тоже как-то показалось, что не особо там большие коты носились. Ну, может быть, это просто казалось так в видео по сравнению с Юлькой. По сравнению с огромной Юлей, они, конечно же, может быть, казались совсем малюсенькие. И по поводу белья. На каком она белье будет спать? Вот она и спит на тряпках. Какая сама, такое белье. Ну, и дальше, ребят. Юля ищет на свою опу приключений. Вернее, ее друзья и ей приключения ищут. Это в такое время я наблюдала развитие подобной истории. Дурочка оскорбилась, подала в суд. Результат. Это стоило ей кучу денег, а в итоге ее поперли на работу. И ей еще повезло, что другая страна, другие обстоятельства и дело не кончилось депортацией. А тут, как говорится, чемодан-вокзал. Ну, и дальше. Нравятся крестящиеся на камеру. Нравятся в кавычках. Бог не тимошка. И тут же проклятие из говнометательной катапульты. Да, ребят, да. И это называется, как я уже прочитала самый первый комментарий, это и называется бесовщина. Когда бесы прут изо всех дыр. И человек не может просто себя контролировать. Страшно все это. Вот зря она, зря она лезет в болото, из которого же потом не выберется. Вот она запутывается, не пойми где. Сидела бы уже и правда. Ела бы на камеру. Веселила бы нас. Мы бы с вами обсуждали ее порции и ее эти все прибамбасы, которые она покупает после того, как наедается. Это я про вот эту вот, что контур лица поправлять нужно. Контур лица. Где бы его найти еще этот контур. Веселила бы нас. А то полезла не в те дебри. Хотя не сама же она полезла. Все это бесы. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.